Чувашские ребята рвутся в небо. Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков в этом году распахнуло двери перед нашими земляками будущими вертолетчиками. И минувшее воскресенье они приняли присягу на верность родине. С 2008 года руководители республиканского отделения общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев ежегодно привозят на экскурсию ребят из Чувашии в свою Альма-Матер. Причем численность групп количественно растет. Начиная с 2008 года, два человека в 2013 году, один человек выпустил в 2013 году, с красным дипломом закончил. И в 2013 году поступили семеро. А в этом году стало аж 12 человек только на летный факультет поступили. И двое, не пройдя недосмотр, избрали профессию авиационного офицера, так будем говорить, избрали технический. Для курсанта Леонтьева, выпускника 61-й Чебоксарской школы, выбор профессии военного летчика не случайен. Это семейная традиция. Его отец и дед офицеры. Вместе с ним поступили и два его друга из той же 61-й Чебоксарской школы. Я говорю, повезло, что у нас вот трое. И мы будем поддерживать связь. С малых лет вместе, до одноклассники, вместе выросли, учились. И они поддерживают здесь друг друга. Мы тоже поддерживаем друг друга там, в Чебоксарах. И будем приезжать и помогать нашим детям. А ведь буквально недавно старейшее Сызранское летное училище чуть было не закрыли, прекратив прием курсантов и поставив под угрозу существование российской вертолетной авиации в целом. К счастью, все вернулось на свои места и заслуженный авторитет училища и престиж летной профессии. Этому поспособствовала работа в регионах по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Если глава республики Михаил Васильевич Игнатьев с 2013 года непосредственно начал контролировать, а именно проводимые мероприятия в разной акции, там, мечник оборудования массовой работы, проводя со школьниками работы в рамках патриотического воспитания молодежи, и непосредственно использовать поездку в экскурсию в наше училище Сызранское, оно у молодого человека дает возможность формирования выбора дальнейшей специальности.